добрый день дорогие друзья я хочу вам показать как я смазываю подшипники на моторах извините за голос я немножко простывший но ничего процессу это не помешает подшипники смазывать не так тяжело но есть небольшая проблемка их выбивать нельзя потому что подшипники очень маленькие да вообще любые подшипники стучать по ним не надо образовываются раковины внутри он может и будет работать но какое время еще неизвестно поэтому для этих целей я сделал съемник скажем так аля машинный съемник включил валы теперь съемника до простая пластина 3 4 4 миллиметра здесь просверлено отверстия 4 отверстия 2 на 16 миллиметров 2 на 19 по моему это стандартный мотор если не ошибаюсь вот в эти 6 у нас вот здесь мотор на 16 миллиметров крепления вставляем два винтика прикручиваем гаечки этот съемник нам поможет обычно обвалы китайцы у них или но многие фирмы марки ставят именно валы они проклеивают их его руками или приходится стучать но стучать я повторюсь стучать такие вещи нельзя было что вал этот легко согнуть поэтому лучше давить выдавливать или тянуть такими макарами все делать этот съемник один раз сделал и забыл о проблеме разбора моторов вот так чтоб нам закрутил теперь нам что надо сделать нам надо поменять вот сначала нам надо вкрутить что же отсюда винтик в сам вал винт не больше не знаю сколько он сантиметр длиной потом мы вкручиваем съемник вот в эти винтики эти винтики вкручиваем мотор ну так без фанатизма и вот вкручиваем сюда болт а в этом съемнике резьба нарезана на 6 у меня это общая железка я где-то нашел она уже по моему просверлена даже было просто обрезал и вот так крутим мотор я уже разбирал поэтому легко обычно немножко небольшое усилие на приложить но в принципе этого усилия прям совсем небольшой идет и вот мы сняли сам колокол со статора откручиваем этот винтик который у нас сейчас давил вот так мы сняли теперь самая веселая часть то есть ну отсюда оставляем винтик прикручиваем наш съемник и начинаем давить и вот он выдавливает подшипник но обычно когда подшипник уже сдвинулся его потом легко выдавить даже руками то есть мы винтик вставляем немного на искос и он давит то есть если у нас его сдвинул уберем что-нибудь что у нас подойдет по размеру то есть если у нас она сдвинул уже можно и руками добавить вот это чтобы вытащить ну тут вообще просто тот же самого вы поняли да надо просто потянуть другой подшипник подшипник нужно потянуть винтом заставим вот эту штуку сюда это у меня есть вот такая она пролазит вовнутрь это стойка с любой электронной аппаратуры внутри у них стоит а можно простую гайку просто и удобно закручивать и теперь она вот здесь у нас держит мы просто держим гайку и закручиваем откручиваем то есть наоборот он у нас тянет подшипник тянет тянет потянет и вот он его выдавливает все подшипники у нас в руках вот он один вот он второй а вот эти колоколы желательно сразу куда-нибудь не знаю на бумагу или вообще в пакетик засыпать потому что если какая-то стружка прилипнет к этого магнитом потом замучаетесь доставать теперь нам нужно шприц смазку я использую силиконовую то в аэрозольных баллонах я ее на пшикал вот этого шприца мне хватит на ужас сколько времени теперь что мы делаем чтобы смазать чтобы в подшипник затекла смазка нам надо создать вакуум то есть мы кидаем сюда подшипник заливаем смазку чтобы он его покрыл засовываем переворачиваем поднимаем до самого конца теперь я надеюсь вам будет видно как это будет происходить из подшипника должен выйти пузырек воздуха то есть мы дали создадим вакуум у нас воздух заберет оттуда его внутрь завьется вот видите опс пузырек опс второй вышел я не знаю видно на камеру вот из подшипника выходит воздух то есть он из него выходит воздух прямо видно и туда заливается смазка и вот так происходит но самой смазки тоже воздух есть но главное обратить внимание чтобы из подшипника выходил с одним закончили их все внутри подшипника у нас есть смазка но подшипники у нас смазаны теперь их надо поставить на место на место ставят иногда они не входят руками иногда они не входят руками вот так что для этих целей можно использовать для этих целей можно использовать их просто растянуть не сильно они потом место все найдут когда мы вал будем сажать то есть стягиваем без фанатизма потому что все-таки это мелкие вещи они быстро находят свое место но вся хитрость была в этом универсальность съемника вот мы здесь видим что до конца не вошел потому что надо всегда запоминать как он стоил до этого хотя бы приблизительное место в идеале если у вас есть еще одни подшипники то их лучше использовать чтобы они давили на обойму наружнюю этих подшипников в идеале если уж нету бывает такого нету то она надо подобрать или шайбочки по диаметру подшипника желательно не давить на внутреннюю ладно вытянуть мы вытянули потому что выбора не было но когда мы вставляем их желать надавить на наружный обойну подшипника потому что при приходится прикладывать небольшое усилие тут можно использовать шайбочки по диаметру самого подшипника и вот у нас подшипник не был на месте мы сейчас стянем опять же повторяюсь без фанатизма потому что деталя вот сейчас он уже внутрь нашел ну и все отшипник смазан все смазано все работает все журчит ну спасибо за внимание удачи до следующих встреч а а и и и Продолжение следует...